Сейчас в нашем регионе много внимания уделяется развитию туризма, и каждый муниципалитет старается в этом плане найти свои подходы к привлечению гостей вплоть до зарубежных. К сожалению, в Артемовском городском округе с этим не особенно торопятся. Практически все мероприятия рассчитаны на жителей нашего и соседних округов. Выделяется, пожалуй, лишь военно-исторический фестиваль «Покровский рубеж». Однако уже не первый год небольшая группа энтузиастов-краеведов пытается развить вполне масштабный проект по качественной реализации идеи туристических маршрутов по достопримечательностям нашего муниципалитета. Мы, например, с точки зрения энтузиастов, те, кто любит свой город, те, кто занимается своим городом, мы проводим все необходимое. Допустим, мы ведем работы по памятникам природы. Вот, например, я последние годы, меня часто приглашают в проведение экскурции по нашему району. Ведь наш район очень интересен. Если его хорошо изучать, да вместе с музеем все это объединить, будет впечатление людей. Я думаю, что о нашем городе совершенно иное. Ну, уже много у нас показать хорошего. Но надо за это дело болеть, надо это дело двигать и не считать, что это второстепенное дело. К сожалению, полномерной поддержки со стороны артемовских властей этот проект не имеет и реализуется лишь от случая к случаю. Да и то благодаря доброй воле энтузиастов, число которых, к сожалению, отнюдь не растет. А ведь сколько интересного можно показать гостям муниципалитета, сколько рассказать о его истории. Некоторые едут, значит, вот поехали там куда-то на горячие ключи, еще куда-то поехали там. А свой-то район, они не знают. У нас же есть интересный маршрут еще и на Белое озеро проехать. Правда, трудно. Я его называю золотоносным маршрутом, потому что это все связано именно с этим драгоценным металлом туда. Есть у нас маршруты по святым местам. То есть у нас соборы себе очень интересные. Ведь у нас все, допустим, вот эти соборы, они построены, правда, может быть, где-то они построены по образцу, который уже есть в России. Но у нас-то они получаются совершенно различные архитектуры. Борис Григорьевич не раз с грустью отмечает, что многие артемовцы, всю жизнь прожившие в родном населенном пункте, крайне мало знают об его истории. А между тем нередко выясняются крайне любопытные факты. Взять, например, родники, там, например, когда я им рассказываю, говорю, что это родина Татьяны Петровой, народной артистки Советского Союза. Вот она там жила, она там начинала петь на лавочках с тетушками, с бабушками и так заслуживала. Видите, каждое село по-своему и каждое место по-своему интересно. Надо об этом знать и людям рассказывать. Борис Григорьевич может бесконечно рассказывать об истории родного края, в который он также бесконечно влюблен. Но вопрос остается открытым, почему в нашем муниципалитете не отлажена система тематических турпоездок. Если школьников еще хоть как-то стараются возить с экскурсиями, то, например, выезда выходного дня для взрослых нет. А ведь люди готовы и платить за это разумные деньги, а не ехать за пределы муниципалитета, оставляя их там. Да и приезжим при продуманной подготовке можно представить факты о действительно уникальных жителях нашего округа. Несколько лет назад я предлагал музею, но так у нас осталось это разговорами, что создать такой раздел памяти нашего замечательного земляка. Их было таких 2-3 в мире человека, Уральского левшица Солятина. Значит, ну, что кое-где обратиться к жителям, у некоторых жителей есть его еще подарки, какие он делал, все это собрать в музей, и это бы являлось брендом. Люди бы ехали из других городов посмотреть, потому что таких-то мастеров 2-3 в мире было мастеров миниатюр. Но этого не сделали, не создали. И вот буквально месяц назад еще можно было говорить, была жива вдова Александра Матвеевича. Но вот месяц назад она ушла из жизни. Сейчас, конечно, гораздо сложнее. Хотя многие экспонаты, которые при смерти Александра Матвеевича, их, значит, добрал областной музей и прочее, можно было поискать, собрать и создать вот этот вот бренд. В целом, туризм может стать неплохой статьей дохода в казну округа, повысит статус муниципалитета, благотворно скажется на общем уровне культурного и интеллектуального развития самих артемовцев. Однако для этого нужны объединенные усилия специалистов, энтузиастов и, конечно же, артемовских чиновников.